Губернатор Ниньского округа Юрий Бездудный вместе со специалистами оценил состояние единственного участка дороги федерального значения в Наринмаре и проконтролировал ход дорожных работ в рамках реализации национального проекта. Наталья Дуркина продолжит. Первый участок дорожной сети в Наринмаре, на неудовлетворительное состояние которого неоднократно обращал внимание специалистов глава региона, это подъездная дорога к аэропорту. Дорога имеет федеральное значение и находится в оперативном управлении организации Упердор Прикамье, у которой нет собственной технической базы на территории округа. Она не содержится, разметки нет, все грязное, песок, все, наступило лето, вызывайте сюда, вызывайте это Упердор Прикамье сюда, проведите их руководителя по этой дороге и покажите им все замечания, которые у нас есть. Определите жесткий срок, сколько нужно для того, чтобы навели порядок. Мы не будем с ними церемониться. Вот эта дорога, это лицо нашего округа. Все люди, которые прилетают к нам, едут по этой дороге. Ну что это за дорога такая? Они что, ее в порядок не могут привезти? Здесь что, много асфальта надо? Или много ума убрать песок вдоль бордюров? То есть надо взять их за ухо и провести по всей этой дороге подрядчика. Нет, не могут содержать. Поменяем подрядчика. Протяженность данного участка дороги 4 километра. Здесь необходимо провести ямочный ремонт, нанести разметку, а также постоянно содержать в чистоте. Юрий Бездудый дал поручение профильному департаменту проконтролировать работу подрядчика. Следующий участок автомобильной дороги, который проинспектировал губернатор, расположен по улице Полярная на пересечении с улицы Пырерка. Здесь предстоит уложить асфальт и обустроить ограждение. В настоящее время подрядчик готовится к земляным работам по прокладке гильз. Реконструкция дороги осуществляется в рамках реализации национального проекта. Да, основные материалы лежат на базе ПРСУ. Мазут, щебень, все это есть, да? Битум. Битум. Отзев. И все это находится на базе ПРСУ. Работы планируется завершить к 15 августа. Еще один участок дороги по улице Ленина в районе микрорайона Городецкий также реконструируется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожные работы на этом участке от улицы 60 лет СССР до улицы Рыбников стартовали еще в сентябре 2019 года. На данный момент сделана работа по устройству ливневой канализации, установлены системы наружного освещения. Остается поставка, монтаж четырех автобусных павильонов, типовых, которые установлены на всех окружных дорогах, и, соответственно, территориальных ограждений. Данный материал будет в течение июня-июля также приобретен подрядчиком и поставлен на объект. Предполагаем, что тот темп, который сейчас сохраняется, без отставаний, должен быть соблюден, выполнен. Подрядчик графики, вот сегодня в графике, у вас срок окончания контракта – конец октября. Можете сместить на более ранний срок? Мы это обсуждали. С точки зрения технологии нам надо выждать, пока полотно будет готово, чтобы асфальт потом не переделывать. И в июле месяце мы заходим уже, в принципе, с работами. Асфальтированием? Да, с асфальтированием. Подрядчик должен завершить реконструкцию этого участка дороги по улице Ленина в соответствии с контрактом в октябре 2021 года. Напомним, строительство и реконструкция дорог в Ненинском автономном округе осуществляется в рамках региональных программ национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Продолжение следует...